18 сентября 2016 года состоятся выборы в Государственную Думу. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Сегодня в России 75 партий имеют право участвовать в выборах. В ближайшее время станет понятно, какие из них заявятся на думскую гонку. Россия на первом месте в Европе по числу привлеченных иностранных контрактов. Чтобы и дальше привлекать партнеров к совместной работе, страна готова предлагать удобные условия и бизнес-инструменты. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. Они первыми приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Медицинские работники готовятся отметить свой профессиональный праздник. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент России Владимир Путин определил дату выборов в Государственную думу нового созыва. Они состоятся 18 сентября 2016 года. Об этом говорится в указе о назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Документ вступает в силу со дня его официального публикования. Избирательная кампания начнется с момента публикации указа. Для России это седьмые по счету выборы в Госдуму. Гражданам предстоит избрать 450 депутатов Нижней палаты парламента. Возвращение одномандатников, первое федеральное голосование жителей Крыма, первые открытые праймери с правящей партией. Эти и другие особенности делают гонку интересной уже на старте. Сегодня в России 70 партий имеют право участвовать в выборах. В ближайшее время станет понятно, какие из них заявятся на думскую гонку. По закону выдвинуть федеральный список своих кандидатов и одномандатников партия должна в течение 25 дней после официального опубликования указа о назначении выборов. А срок регистрации партсписков и кандидатов по одномандатным округам истекает 14 августа. По закону от сбора подписей избирателей для участия в выборах в Госдуму освобождается 14 партий, имеющие своих представителей в федеральном или региональных парламентах. Остальным надо собирать подписи. В отличие от думских выборов 2011 года, нынешние имеют ряд особенностей. В частности, возвращается смешанная, мажоритарно-пропорциональная система формирования Государственной Думы. То есть 225 депутатов будут избраны по операциональной системе, то есть по партийным спискам. И соответственно 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. В среднем норме представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка полумиллиона избирателей. В связи с этим при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектам федерации, как Ненинский автономный округ и Чикотский автономный округ в качестве исключения было выделено по одному одномандатному округу. Ключевая интрига стартующей избирательной кампании. Кто возглавит партийные списки ведущих политических сил? Еще один важный вопрос – предвыборные программы. Какие цели и ценности партии предложат избирателям в качестве актуальных на сегодняшний день и в качестве стратегических? Ответы на эти вопросы дадут предвыборные съезды. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избирателей. В частности, они коснутся тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Сейчас право избирать депутата, наши с вами избиратели, это не только население, достигшее 18 лет, но и зарегистрированные по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список избирателей. То есть, если человек имеет временную прописку и он зарегистрирован временно не менее чем за три месяца до даты голосования, он имеет право голосовать за кандидата-одномандатника. Такого раньше не было, раньше только за федеральный список. Для того, чтобы попасть в списки избирателей, необходимо подать личное заявление. В период от 60 до 21 дня до дня голосования. То есть, с 20 июля по 27 августа. Напомню, сами выборы в Госдуму состоятся 18 сентября текущего года. Иван Никонов, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Один из одномандатных избирательных округов, самый небольшой в стране по числу избирателей, представляет собой территорию Ненецкого округа. Ему присвоен порядковый номер 221. Число избирателей на 1 января 2016 года составляет 33 031 человек. Из них более 16 300 проживают в Наринмаре, более 16 700 в Заполярном районе, включая поселок искателей. Такие данные приводит Ненецкий избирком. Традиционно досрочно проголосуют оленеводы, кочующие на тундровых просторах Ненецкого округа. Всего их порядка 400-450 человек. Также досрочно в округе смогут проголосовать около 5500 вахтовиков. Это жители других субъектов Российской Федерации, которые в период проведения выборов в Государственную Думу будут находиться на территории округа на нефтегазовых промыслах. Процедура досрочного голосования стартует в округе 28 августа и продлится до 17 сентября. Кроме выборов депутатов Государственной Думы, 18 сентября в Ненецком округе пройдут плановые выборы главы и депутатов Совета муниципального образования Малоземельский сельский совет. До выбора депутатов Совет депутатов рабочего поселка искателей, которые намечались ранее, проводиться не будут. Сегодня в Санкт-Петербурге прошел второй основной день работы 20-го юбилейного Петербургского международного экономического форума. В центре внимания обсуждение новой экономической реальности и связанные с ней проблемы инвестиций в реальную экономику. Кроме того, речь шла об инвестиционной привлекательности и конкретных проектах в отдельных российских регионах. Одна из британских компаний поставила Россию на первое место в Европе по числу привлеченных иностранных контрактов. Об этом говорили и сами представители мировых инвестфондов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, чтобы привлекать партнеров к совместной работе, страна готова предлагать удобные условия и бизнес-инструменты. Хорошие возможности для инвестиций сейчас открываются в самых разных отраслях нашей экономики – в промышленности, в сельском хозяйстве, в инфраструктуре. При этом значительный потенциал к росту имеют прежде всего производство с высокой добавленной стоимостью. В рамках программ импортозамещения мы создаём в России сильные предприятия, способные успешно конкурировать на внешних рынках. Чтобы повысить их эффективность, намерены провести серьёзное технологическое обновление. И поэтому заинтересованы в том, чтобы вместе с капиталами к нам, конечно, приходили и современные технологии. Форум продемонстрировал конкретные результаты взаимовыгодного сотрудничества. О них сегодня доложили регионы. В рамках новых проектов подписываются контракты, реализуются те договорённости, что были достигнуты в рамках предыдущих форумов. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Нейнского округа Игорь Кошин подписал ряд соглашений. Одно из них – с Центром развития государственно-частного партнёрства. Стороны договорились о подготовке плана мероприятий, направленного на развитие механизмов ГЧП, разработки стратегии развития сферы государственно-частного партнёрства на территории округа, гармонизации законодательства округа законодательством России в этой сфере, совместной разработки системы мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, планирующих реализовывать или реализующих проекты ГЧП в приоритетных для Нейнского округа отраслях. «У нас в округе пока есть только один пример ГЧП в сфере теплоснабжения в селе Коткино, в то время как очень многие субъекты России активно этим инструментом пользуются, привлекая дополнительные источники финансирования в инфраструктуру – коммунальную, транспортную, социальную. Это позволяет, с одной стороны, снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, а с другой появляется возможность решать те или иные инфраструктурные проблемы более эффективно», – сказал Игорь Кошин. Второе соглашение подписано Советом по развитию внешней торговли. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам социально-экономического развития Нейнского округа, поддержке предпринимательства в регионе укреплений и развитии межрегионального и международного сотрудничества с использованием инвестиционных возможностей, содействии привлечению российских и иностранных инвестиций в окружные и городские приоритетные проекты, в том числе с использованием возможностей, имеющихся у Совета. Цель этого партнерства – привлечение дополнительных инвестиций в округ. Несмотря на то, что по объему инвестиций в последние годы округ имеет 25-30% прирост, сегодня это инвестиции в нефтяную отрасль. Наша задача – привлечение инвестиций в другие отрасли, сказал глава Нейнского округа Игорь Кошин. В рамках соглашений будут проводиться консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Нейнского округа. Нефтесырьевая составляющая, в том числе российского бюджета, стала одной из главных темфорума. Нашей стране нужно перестать ориентироваться при планировании главного финансового документа страны на постоянно меняющиеся прогнозы аналитиков. Наша задача стоит в том, чтобы мы росли темпами не ниже, чем мировые, выше, чем мировые. А для этого, конечно, нам нужно изменить структуру экономики, нам все-таки нужно сделать экономику более инновационной, более устойчивой и независящей от внешней экономической конъюнктуры. То, что происходило в последние годы, мы видим, как влияет на экономику, на бюджет, на всю нашу жизнь. Поэтому стратегическая задача – это вывести нашу экономику на более высокие темпы, чем темпы мировой экономики и, соответственно, развиваться вперед, догоняя и обгоняя другие страны в экономическом мощи, в экономическом развитии. По его словам, недостаточная жесткость в бюджетной политике предыдущих лет стала причиной того, что экономика страны очень сильно зависела от стоимости барреля и очень болезненно реагировала на его снижение цены. На ближайшую трехлетку в качестве базового прогноза будет считаться 40 долларов за баррель. Деловую часть форума сменила культурная. В Манеже прошло мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга. Гости смогли познакомиться с произведениями современного российского искусства и послушать солистов Мариинского театра Максима Леонидова, джазовый оркестр Давида Голощокина и инструментальный ансамбль «Бисквист». А в традиционном автопати приняла участие группа «Ленинград». В третье воскресенье июня в России и странах СНГ отмечают День медицинского работника. Профессиональному празднику уже более 30 лет, между тем, как лекари и знахари появились в древние времена. Сегодня современный человек не может представить свою жизнь без врачей, а тех, кто стоит на страже здоровья жителей округа в нашем материале. Иван Кисляков в отделении хирургии Ненецкой окружной больницы пятый день, но уже хорошо знает своего лечащего врача Гмира Николая Адамовича. Говорит, пациенту всегда становится легче от разговора с врачом, который прекрасно разбирается в своём деле. Ещё бы, через два года стаж именитого хирурга округа перевалит за 40. «Пациенты, которые, в общем-то, они благодарны, приходят, благодарят, спасибо говорят. Ну, есть ещё, наоборот, жалобу тогда напишут. Ну, такая жизнь». Решение стать врачом Николай Адамович принял, поступив в медицинское училище в Сыктывкаре. Семья белорусских земледельцев, в которой родился будущий хирург, никакого отношения к медицине не имела. После училища была армия, затем учёба в Северном медицинском институте и распределение в Наринмар, в окружную больницу. Здесь он провёл более 8 тысяч различных операций, это около 150 в год. Самая продолжительная длилась более пяти часов. Самая уникальная – операция на сердце после ножевого ранения. «Тут было ранение справа. Основная масса сердца находится в левой половине, поэтому была правая половина сердца повреждена, поэтому пришлось там, конечно, трудно. Его не выведешь вот так в том объёме, поэтому, конечно, пришлось потеть». В его рабочем кабинете есть место и научным трудам, и Библии. Хирург верит в силу Всевышнего не только в жизни, но и на операционном столе. Свои взгляды опытный врач передаёт молодому поколению медработников. «Если ты впадёшь в тоску, то и твой пациент тоже впадёт в тоску. Нужно его поддерживать, чтобы он не уходил в себя». Сегодня кадровая политика главного медучреждения округа стабилизировалась. Основные вакансии закрыты, готовятся к выпуску студенты Северного медицинского университета. Ежегодно ВУЗ по соглашению с регионом предоставляет целевые места абитуриентам. В 2015 году их было 10, в 2016 – 8. Благодаря современному оснащению растёт уровень медицинского обслуживания. «По больнице все условия, в принципе, созданы. Если сравнивать областную больницу, Наримарскую больницу, в принципе, всё то же самое. Ну, за исключением узких специалистов». Сегодня в округе работают около тысячи медицинских работников. Среди них – 200 врачей, более 500 работников среднего звена и 250 младшего. О высоком уровне квалификации медицины говорит статус врачей. Пятеро имеют звание заслуженного врача Российской Федерации, семеро – кандидаты медицинских наук. «Каждый день вы стремитесь сохранить самое ценное, что есть у человека – его жизнь и здоровье. Спасибо вам за ваш благородный труд. Пусть неизменные награды за вашу работу будут представлены с тех, кому вы подадили радость жизни и веру в свои силы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов на благожитие Нинецкого Нового округа». На концерте, посвящённом профессиональному празднику, поздравили всех сотрудников медицинской сферы, а также вручили 63 заслуженные награды. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Колечко на лапку. Сотрудники заповедника Нинецкий проводят кольцевание пернатых. За процессом, который является трудоёмким для человека и безопасным для пернатых, наблюдала и наша съёмочная группа, проведя в заповеднике целую неделю. Нинецкий округ стал лидером Северо-Западного федерального округа по потреблению рыбы и рыбопродуктов. Рейтинг по среднедушевому потреблению этих продуктов среди субъектов Северо-Запада по итогам 2014 года составила Федеральная служба государственной статистики. По информации ведомства, в 2014 году среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в Нинецком округе составило 29 кг 400 г. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Северо-Запада. Следом идут Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия. Меньше всех рыбу и рыбопродукты в 2014 году на территории Северо-Запада потребляли жители Ленинградской области 17 кг 200 г. Согласно статистическим данным, положительная динамика по среднедушевому потреблению рыбы в регионе наблюдается с 2013 года. До этого округ занимал первое место по данному показателю лишь в 2005 году. Как отметили в отделе государственной статистики по Нинецкому автономному округу, информацию для посчета среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов предоставляют Нинецкий рыбак-колхоз «Союз», а также предприниматели, занимающиеся рыболовством и торговлей. Сотрудники заповедника Нинецкий подтвердили гипотезу. Мелкие пернаты не меняют место гнездования. Они встретили птиц, окольцованных в прошлые годы. Наши журналисты стали свидетелями ловли и кольцевания дроздов, пеночек, песчанок и бекасов. Эта небольшая скромная птица семейства Бекасовых стала главным героем весеннего сезона кольцевания в заповеднике Нинецкий. Это мародунка. Редкая гостья в северных краях. В прошлом году она получила колечко на лапку. Благодаря ему сотрудники заповедника узнали, что птица прилетела снова. То есть, место гнездования, то есть, родина у птицы одна. А путь к ней из Африки или Индонезии зачастую более 12 тысяч километров. Для мелких пернатых, таких как пеночка-ресничка, весом 8 граммов, очень трудный. Всего на территории Нинецкого севера гнездится 121 вид перелетных птиц. С 2013 года ранней весной и поздней осенью сотрудники заповедника кольцуют мелких воробьинообразных птиц. Процедура кольцевания происходит круглосуточно. То есть, требует максимальной концентрации. Главными такими моментами является не ошибиться в выборе кольца в виде птиц. Процесс трудоемкий для человека и безопасный для пернатых. Они попадают в мягкие карманы вот таких сеток. В руках специалиста печуга находятся считанные минуты. Вот нам попалась чечетка обыкновенная самочка. У самца обычно более яркая передняя, грудка красная и здесь больше. Это у нас самочка. В зависимости от вида птиц, на каждый вид есть определенные кольца. Все данные – вид, подвид, возраст, вес, номер алюминиевого кольца – заносятся в журнал. Затем передаются в союз кольцевания птиц. Дополнительные данные о путях миграции этой птицы будут собирать ученые, увидевшие эту птицу. Их информация поступит в Нидерландский банк данных. В результате отрывочные наблюдения за птицей в местах стоянок на пути миграции и зимовки сложатся в целую картину жизни. Ну вот, колечко получила и на волю. Здесь, на мысе Костяной нос, в Коровинской губе большинство птиц окольцованы. Как доказательство правильного обращения с ними, улетать не хотят. Устраивают гнезда рядом с базой заповедника. Это куропатка. Еще два таких гнезда с другой стороны дома. Буквально у крыльца гнездо песочника. Это неудивительно, если учесть, что близко к человеку не подлетают поморники. Эти пираты очень любят воровать яйца. Вот нам удалось увидеть, как поморник украл яйцо куропатки. У проекта кольцевания есть еще одна важная задача. Кольцевание помогает нам понять видовой состав на территории как минимум полуострова Куснос. Потому что именно благодаря кольцеванию в прошлом году мы смогли поймать здесь снегирей, которых до этого здесь не встречали. Мы поймали дербника, мелкий сокол, бекаса. Все это помогает нам расширить наши знания о видовом разнообразии птиц, мелких птиц именно здесь, на территории заповедника Ненецкий. Проверка на выносливость и выдержку в Наринмаре финишировал летний фестиваль ГТО. Сегодня свое право получить золотые значки доказали мальчишки в возрасте от 7 до 15 лет. В Наринмаре продолжаются соревнования в рамках ферросийского олимпийского дня. Продемонстрировать свою готовность к труду и обороне предстояло мальчикам, а вот девочки на базе первой школы сразились в игре «Снайпер». 13-летний Владислав Ванюшкин не сомневается в том, что золотая медаль ГТО у него в кармане. Одно за другим он преодолевает все испытания. Уверенность в своих силах придает ему занятия хоккеем. Мальчик уже третий год успешно совмещает спорт и занятия в школе. Увлечение, радость в жизни, стремление к чему-нибудь. Уверен в растяжке, потом в беге и в метании. Не сомневается в успехах Славы и всей своей команды тренер. Он убежден, что навыки, приобретенные на тренировках, пригодятся им и на этих соревнованиях. Ну, я так думаю, что золотая должна быть, по крайней мере, я думаю, он сейчас у нас вратарь Слава Ванюшкин. Но, думаю, он хорошо должен сдать норму. Он не спортсмен, я так думаю, что мы должны быть в лидерах. Ребята от семи до пятнадцати лет. Всего попробовать свои силы отважили семь команд. Это школы города, а также команда спортивной школы старт и ведового дворца спорта труд. Предстоит выполнить бег 60 метров, бег на километр полторы, полторы тысячи метров и две тысячи метров. Затем подтягивания и метание мяча. Главный судья обещает – ни один успех молодых спортсменов не будет упущен из виду. Есть протоколы, куда вносятся данные, кто как выполнил норматив. И затем будем подсчитывать баллы и определять по баллам. Пока ребята готовятся к труду и обороне, девочки тоже выкладываются по полной, но в более подвижном виде спорта. Снайпер – это подвижная двухсторонняя игра. Чем-то похожа на такую игру, как вышибалы. Очень популярна в наших школах. Играют две команды по шесть человек, пять человек в поле и один член команды вне поля. Площадка размером с волейбольную площадку. Задача каждой команды – выбить как можно больше участников противоположной команды. Играем волейбольным мячом. Игра идет примерно семь минут. Если остаются только капитаны на площадке, то играем до последнего. У каждого капитана есть три жизни. Слезы от удара мячом стекают по щекам Вероники Карповой. Девочка смахивает их рукавом. Веселая, но очень опасная игра. Первую игру они выиграли. Впереди – борьба за призовое место. Мы уже тянули время специально, чтобы выиграть. И вот мы выиграли. В конце дня судьи подведут итоги. А вот какими они будут, ребята смогут узнать в понедельник на закрытии соревнований, где спортсмены будут награждены дипломами и призами. Напомню, Всероссийский Олимпийский день школьники округа отметили в рамках проведения Всероссийского Олимпийского дня, посвященного предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова